Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Стампера, из Финляндии. И в этом видео расскажу 5 плюсов и 5 минусов работы в Финляндии. Ну и так как я работаю в доме престарелых, буду, как говорится, отходить вот от этого. Ну и первое, я, конечно, хочу рассказать про плюсы, скажем, сначала хорошее, ну а потом весь, как говорится, негатив в конце. Ну и первый плюс работы есть всегда. Вот это самый, наверное, жирный большой плюс и номер один после 10-ти месячных курсов, что окончила я, вот такая профессия Гойва Авустая, помощник пенсионеру, устроиться практически нет проблем вообще. Даже с очень плохим финским, даже с очень большим возрастом, я про возраст тоже говорю, мне 58 лет на возраст и на ваш финский практически никто не смотрит. Если у вас есть корочка, полученная в Финляндии, пожалуйста, выбирайте, куда вы хотите пойти. Да, конечно, студентам гораздо тяжелее устроиться на практику, но если у вас уже есть вот такой рабочий, как говорится, опыт, вас оторвут с руками и ногами. То есть не вас выбирают, что подходите вы или нет. Сейчас моя одна хорошая знакомая пыталась поменять работу. Тысячу пятьсот человек, а мест всего шесть. Вот и подумайте, кого они возьмут. Очень тяжело, вот так, если действительно какая-то престижная организация, там может тысячу пятьсот быть хакия, а всего шесть человек возьмут. А здесь наоборот, выбирайте вы. Вы можете ходить, знакомиться, выбирать, что, как говорится, вам подходит. Ну и следующее, конечно, можно заработать. То есть вы можете ходить в одно место работы, но в это же время ваши данные могут быть и в другом пансионе, и в третьем, и в четвертом. И многие делают вот так. То есть у них есть, как говорится, вот такой график работы. Они делают только, например, конец недели или какие-то праздники, чтобы заработать. То есть никаких ограничений. Никто вам не скажет, вот только 37 с половиной часов на этом месте, а после этого вы должны сидеть дома и, как говорится, заниматься своим отдыхом. Нет, пожалуйста, вы можете в свой выходной или в свой отпуск работать еще в каком-то другом пансионе. То есть если вот вы дали себе вот такое, что в этом году я хочу заработать, например, на кругосветное путешествие, пожалуйста, работайте. Работы очень много. Я считаю, это тоже большой плюс, что можно заработать. Ну и, конечно, новую профессию освоить за 10 месяцев, я считаю, это тоже большой плюс. И что вот эта нехватка медработников сейчас в Финляндию опять поговаривают, привезут медсестер со стран Азии, потому что нехватка до сих пор есть. И, к сожалению, вот эта нехватка делает того, что все время идут эти курсы. Не то, что вот раз в году, если вы не успели на эти курсы, больше этих курсов нет. Я получаю, так как я живу в Тампере, вот эту газету Тамперелайнин. И, например, так Айкус, Танголут, Ушкешкус рекламируют постоянно. Измени свою жизнь. Пожалуйста, приходите учиться. Мы вам подберем курсы, которые подходят вам. То есть, действительно, вот за маленькое количество времени, я считаю, 10 месяцев, это просто очень здорово, что вот такие курсы устраивают. Можно поменять свою жизнь, освоить новую профессию и уже, как говорится, начать зарабатывать. Бесполезно сидеть и ждать второго пришествия Иисуса на землю. Если у вас красивые корочки, вот такое какое-то академическое образование, но работа по этой профессии вам не светит, конечно, можно вот так быстро поменять свою жизнь. Ну и, конечно, очень большой жирный плюс, что на рабочем месте есть возможность сходить к специалистам, то есть к докторам. Ну и так как я прикреплена к частой поликлинике Мегилаймен, вот на такое обследование попала я, мужчина-доктор, но такая душка, такая душка проникся, что вот я показала свои руки. Я говорю, я тебе и ноги могу показать. Ноги у меня точно в таком же состоянии. Он стал названивать, какому специалисту он меня может послать, потому что Эрикос Иготау де Лягоре, к сожалению, фирма не оплачивает. То есть вот такие, знаете, специалисты, которые не оплачиваются работодателям, но он дав направление, и вот что действительно мне только вот такой специалист нужен, фирма оплатила. То есть еще зависит, какое направление напишет врач. Ну и когда я пришла вот к такому специалисту, не то что там, ну обыкновенный кожник, что он посмотрит, напишет, выпишет тебе рецепт, мазать руки и ноги, и как говорится, до свидания. Нет, меня послали вот к такому, как говорится, специалисту высшей квалификации. Аня, конечно, увидела мои проблемы, она выписала мне крема, ну и перед тем, как купить, потому что каждая банка стоит 50 евро в аптеке, она мне дала вот столько тестеров и, конечно, посоветовала здесь у нас из Амеркина и вот такой плюс, и обыкновенная перушвойда. И вот этот крем я сразу открыла, вот такие маленькие тюбочки, стала пользоваться. То есть, действительно, перед тем, как пойти свои эти кровные заработанные деньги потратить, доктор попросила, что, пожалуйста, попробуй, посмотри, что тебе подходит, что нет. Ей можно оставить на компьютерную почту ответ, что какие крема подходят, и она сделает вот такой рецепт, который я могу все время продлевать. И она мне дала направление, многие помнят, что у меня на носу вот такое красное пятно, многие мне пишут, что Оля, вы, наверное, нос испачкали помадой. Нет, это у меня вот такое пятно вылезло несколько лет назад, и она дала направление. Вот с этого красного пятна возьмут койпала, вот такой кусочек, и сделают, как говорится, обследование, что это такое. Это у меня родинка, это еще что-то, и так далее, и так далее. И так как мы много лет ходим в маске, на работе тоже в маске, иногда вот это красное пятно, прямо, знаете, такое чувствуется, что оно натерто этой маской. И, конечно, летом я такого себе сделать не могла, что, представьте, у меня будет пол носа заклеена каким-то плейкопластырем. Конечно, пойду сделаю это осенью, но вот такое направление мне дали. Да, конечно, когда ты прикреплен вот к такой поликлинике, поликлиника частная, этот доктор мне сразу дал направление сделать снимок колена, и дал на физиотерапию, все оплачивает работодатель, ты своего кошелька не открываешь. Да, конечно, можно пойти и в поликлинику и ждать у моря погоды, когда тебя примут. Ну вот, если такое у вас есть, это, конечно, я считаю, очень большой плюс, что вот к такому специалисту тебя могут направить. И действительно, доктор вот такой душевный, не то, что тебя обследовали, как говорится, для галочки, и не болеете, скажем так. Ну и следующее, конечно, что у тебя есть оплачиваемый отпуск и оплачиваемый больничный. Я это оставила на последнее. Действительно, если ты, вот как говорится, заболел, как заболела тогда я, только я закончила школу, я не успела тогда подписать договоры, то есть у меня не было договора рабочего, и я не являлась студентом. То есть я просто выблилась вот на эту неделю, ну слава Богу, что это была одна неделя. Ну вот действительно, когда ты имеешь рабочее место, и ты заболел, не дай Бог, поплюем, постучим, тебе работодатель оплачивает, и теперь у нас изменилась система больничных. Раньше ты мог три дня болеть вот так, что сообщил, что да, у меня чего-то вот голова кружится, насморк и так далее, и ты три дня мог болеть. Теперь так, как у нас, ну я не знаю, как в других местах, вот такие симулянты есть, которые вроде как работают, а когда выходные или какие-то праздники, они придумывают, что у них поносы золотуха, они получают 100% больничный, а сами где-то на теплоходе развлекаются. Поэтому у нас ввели новое правило, даже после первого дня, если ты заболел, ты должен отзвониться начальнику, рассказать что-то, что-то, чего-то и так далее. Заразная у тебя болезнь или не заразная, все-таки мы работаем с людьми, и например, когда я заболела этой модной болезнью, насморком, у нас был карантин 7 дней, и вот эти 7 дней я не имела права приходить на работу. Я этим, конечно, 7 дней болела дома. Ну и есть определенные вот такие ограничения, если, конечно, ты заболеваешь, да, справку от врача тоже нужно принести, а не так, как было раньше, до 3 дней ты мог сидеть дома. Ну, если ты звякнул, что вот действительно у тебя какой-то насморк или золотуха, и все это оплачивается. И если у тебя была смена суббота или воскресенье, если бы ты выходил на работу в субботу доплата 25%, воскресенье 100%, по больничному платят только вот эту зарплату, как будто это обыкновенный день, скажем, не в 2 раза, иначе бы все брали воскресенье, рабочий день и болели. Представляете, какую зарплату люди бы получали. То есть вот с больничными такое ограничение. Но все равно, как говорится, больничная оплачивается, платный отпуск тоже есть. 2 дня или 2,5 дня за месяц, смотря какое рабочее место. И всегда есть лома-палураха. Вот это 13-я зарплата, наверное, многие называют, когда ты выходишь с отпуска, тебе положена вот такая тоже выплата. Я считаю, что вот это все большие плюсы. Ну и, конечно, минусы. А сейчас садитесь на стул, держитесь за стул. Крепко буду рассказывать про минусы. И перед тем, как буду рассказывать про минусы, большое спасибо всем, кто написал мне комплименты на мне, Франк Люман Кофточка. В прошлый раз, когда мы записываем видео с Кеюшкой, многие написали, что, Оля, вам эти цвета очень идут. Ну и первое, что же я поставила. Народ, вы не поверите. Помощник пенсионера в доме престарелых – это самый тяжелый физический труд, который я когда-то в жизни делала. Да, это физический труд. Не то, что ты пришел и вот одна смена бывает такая, что просто отрываются руки и отрываются ноги. Нет, это не от одной смены. Они отрываются у тебя каждую смену с утра до вечера. То есть, конечно, очень физический большой труд и очень много энергии нужно иметь, чтобы вот такую работу делать из года в год, из месяц в месяц. И я смотрю на своих коллег. Например, мужчина, который работает со мной, он ветеран в нашем доме престарелых. Он работает 15 лет. Я вот диву даюсь и какой душевный, хороший человек. Многие мне тогда написали, что вот только иммигранты и так далее, и так далее на такую работу годятся. Нет, люди идут по призванию. Они хотят ухаживать за пожилыми людьми. И вот этот мужчина действительно, он ветеран этого дома. Он помнит всех жильцов и даже помнит дни, в которые они ушли из этого дома престарелых. Вот так душевно есть люди работают. И если спросите у него, я думаю, что так он и будет работать, хоть бы какой это ужасно тяжелый физический труд не был. И так как вот эта нехватка работников, я поставила это на второе место. Это, к сожалению, большая проблема. Очень много работает вот таких, я скажу, людей, которые не предназначены для этой работы. То есть у них нет ни физической подготовки. Каждый вздох и выдох, это знаете, как будто вот палец ампутирует. И действительно, если вот с таким человеком ты работаешь, и он постоянно вздыхает при каждом движении, ты сам чувствуешь, что что-то тоже вот сегодня ты такой усталый. Если работаешь с таким человеком, который вот такой бодрячком, все на каком-то энтузиазме, на чувстве юмора, и у тебя прибавляется какое-то второе дыхание, и силы появляются, хотя ты можешь быть очень усталым с утра. Да, иногда бывает, что не высыпаешься и приходишь, и как-то и настроение не тает, скажем так. Ну вот, как говорится, бодрячком отработали, в перерывы попили кофейку, как говорится, посмеялись, если есть над чем посмеяться, и дальше пошли, как говорится, работать. Но если вот такой человек, который вздыхает, и, как говорится, вот такой, знаете, что каждое движение как сирпом по одному месту, да, это, конечно, большая проблема. Ну и большая проблема, не все говорят по-фински. Много сейчас вот таких людей пригласили в Финляндию, которые только учатся, а не учатся на помощника-пенсионера или на бладшую бедестру, и многие, выучившись, идут получать вот эти финские корочки, доучиваются, учат финский язык, поэтому финского может быть вообще ноль. Да, такое тоже вот сейчас мы наблюдали, или финский настолько плохой, знают 10-20 фраз, и, как говорится, с такими людьми работать тоже большой напряг. Тебе нужно как стюардесса, то есть и вот мимически пытаться что-то объяснить, и махать при этом руками, еще смотреть большими открытыми глазами, понял человек или нет, и после этого еще, как говорится, проконтролировать, было бы, было это сделано вот так, как вы договорились. То есть большая проблема, и в этом плане еще, я считаю, большой плюс, если что-то сделано не так, спрашивают с тебя, потому что этого человека прикрепили к тебе, и ты вот, как говорится, тянешь его за собой. И нам всегда обидно, те люди, которые работают, как говорится, и работали вот столько времени, что действительно вот из-за этой нехватки, ну, не берут всех, кто, как говорится, кого попало, нет, конечно, кого попало не берут, но берут людей уже на работу, которые не имеют еще квалификации, они только учатся, но они могут приходить делать вот такие часы. Я сама делала такие часы, у меня был договор Рунгасопимуш, вот, как говорится, договор студента, так как нехватка рабочей силы, вот такие неквалифицированные тоже могут приходить. Я считаю, что это большой минус, мы все-таки не фасуем сахарный песок, а ухаживаем за пожилыми людьми, и как можно доверить человека, вот, как говорится, тем, кто по-фински-то особо и не понимает. Но, с другой стороны, это не я, директор этого пансиона, я, к сожалению, не руковожу парадом, а если бы я руководила, конечно, первое бы, какой бы тест вот финского языка придумала бы я, чтобы люди справлялись и понимали, что они делают. Ну, так как не я руковожу, как говорится, не и мне решать. Ну, и на четвертое я поставила, был бы человек, статья найдется. И это меня мысля надвинула на то, что, конечно, да, зависть есть, и зависть была, и она будет без зависти никак. И хороший пример. Одна дама прямо не взлюбила меня только из-за того, что мне дали постоянное место работы сразу после школы без испытательного срока. Но, опять же, я всегда говорю, что я уже находилась на практике, на две практики, и я, как говорится, уже работала, делала туда часы. И вот эту мою практику, и то, что я туда делала эти часы, посчитали, вот, как говорится, за испытательный срок. То есть я не была человек с улицы, который, как говорится, пришел и вот сразу получил это рабочее место. Ну, и, конечно, да, одна прямо не взлюбила меня только из-за того, что вот рабочее место я получила, а ей рабочего места не дадут, да не дали до сих пор постоянного. И она думает, что вот если я уйду, это мое место получит она. Но я ей пыталась 250 раз объяснить, что я помощник пенсионера, ты младшая медсестра, у нас, как говорится, с тобой разные вакансии. Даже если ты меня, как говорится, выживешь, все равно тебе мое место не дадут. Ну, она, конечно, так, знаете, смеется, но я вижу ее ненависти в глазах. И я, когда вижу, думаю все время, на кого она похожа, вот на кого она похожа. Вроде молодая девчонка. И потом я вспомнила горгону. Вот у нее эти волосы, вот не волосы, а змеи. Вот у этой точно такая же завивка крупными прядями. И она укладывает эту завивку вот этим гелем. И они, когда застывают, получается на голове вот такая завивка, как змея. То есть тетка молодая, но уже вот такая, скажем так, да, все поняли, какую букву Г я хотела сказать, но не буду. Я считаю, что это большой минус. Есть адекватные работники, а есть и работники вот такие. И ты, к сожалению, ну хоть бы как бы ты перед ней не был хорошим человеком. Хорошим человеком ты не будешь. И я думаю, что она только перекрестится, если я уйду. И если ей еще, как говорится, будет вот такой бонус, ей дадут постоянное место работы. Она наверняка подумает, вот здорово, что я эту выжила. Теперь у меня есть постоянка. Она пусть ищет, где ищет. Ну и, конечно, почему я всегда говорю, что выше головы не прыгнешь. Вот если, например, у меня есть корочки, я помощник пенсионера, я никогда не дослужусь до директора. То есть вот я пришла помощником, у нас есть таулуку, у нас есть вот такая таблица, из которой тебе платят зарплату. И, конечно, есть определенные года, сколько ты отработал, эта зарплата будет повышаться и все. То есть никогда меня не назначат начальником смены, чтобы назначили начальником смены, нужно доучиваться. Никогда меня не назначат никаким начальником, директором и так далее. На все нужно учиться. И, конечно, в этом плане я считаю, что это большой минус. Я знаю, что многие ходят на работу, они сначала получают вот такую квалификацию, потом их назначают каким-то более вот таким начальником смены и так далее, я к начальникам конвейера, и они дослуживаются до каких-то более, скажем так, продвигаются по служебной лестнице. Тут я продвинуться можно только в одну сторону, это выход. А, к сожалению, выше я продвинуться не могу, только могу продвинуться к выходу. Ну, если это постарается моя горгона. Ну, опять же, с чувством юмора я хотела это видео записать. Народ, вот я рассказываю 5 плюсов и 5 минусов. Скажите, эти плюсы только к Финляндии можно вот так приложить? Или это, я думаю, в другой стране точно так же эти все плюсы и минусы наверняка могут совпадать? Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Стампири. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарии. Всем здоровья!